Четырёхкилометровая зона Волги, прилегающая к набережной Новочебоксарска, некоторое время не служила для отдыха горожан. Заниматься любительским рыболовством здесь нельзя было. За это людей наказывали штрафами. Раньше, когда была запретка, люди всё равно рыбачили. Даже старики, молодёжь, которые на пенсии, они рыбачили, но инспекция их вылавливала. Их штрафовали. Большие суммы штрафовали. Многочисленным просьбам рыболов депутат Госсовета Чувашии Сергей Семёнов уже давно добивался уменьшения размера запретной зоны в Нижнем Бьефирике до 500 метров. Мы в течение полутора лет занимались снятием запретной зоны ниже Чебоксарского водохранилища, зоной его была 4 километра. И нельзя было здесь рыбачить. Мы проводили фестивали, получали разрешение специальное. Это было очень сложно. И всегда были, нас всё-таки штрафовали. Мы брали разрешение на один день, но это всё сложно. Сегодня этого запрета нет. И я самому этому, я благодарен министр льхозу Российской Федерации, я благодарен Росраболовству Российской Федерации, которые услышали нам и помогли это сделать. Теперь любители подлёдного лова смогут насладиться отдыхом на любимой реке. Сотни рыбаков из Новочебоксарской, Чебоксар, наслаждаются зимней рыбалкой. Здесь чётко не валялось. И бутылки, и пакеты. И какие-то даже люди свои вещи забывали, потому что не уходили отсюда, не в здоровом состоянии. А сейчас лёд относительно чистый. Там редко-редко видишь, какой-то фантик валяется. Люди уже стали к своему. Они уже поняли, что и моё это. Когда здесь была запретная зона, она была до пляжа, который сейчас создали в Иваново. Дальше дети тоже просятся, чтобы папа взял на рыбалку. Но дети, они быстро замерзают. Вот сюда в шлюзовой канал прийти, ёршиков тех же половить, чтобы ребёнок мог научиться, у него есть желание. Я тоже рыбак, я тоже хожу на рыбалку. Мне тоже интересно порыбачить, половить рыбу. Здесь много ты не поймаешь этой рыбы. Вроде ГЭС, скажем так, да, но её такой рыбы серьёзной-то нету. Сколько людей сидит, отдыхают они. Не то, что они пришли за рыбой, а просто порыбачить. Это, как бы объяснить вам, это своеобразный отдых на природе. Это вот культура общения, там знакомятся люди. Как отмечают рыбаки, бывшая запретная зона – замечательное место для отдыха. Причём не только для них, но и для всех горожан. На левом берегу Волги находятся домики для отдыха, открываются магазины. Здесь же со временем можно организовать катание на снегоходах зимой, летом на водных лыжах. То есть создать зону отдыха. Не за горами марта, а это значит, что всех любителей зимней рыбалки ждёт фестиваль «Рыбак-рыбака», который полюбился жителям города и всем приезжим. 6 марта пройдёт фестиваль, они его ждут. Здесь вот вы видите панораму, здесь они готовятся к этому фестивалю, ждут его. Потому что это тут вне зависимости возраста и пола на этом празднике все участвуют. Тут все могут поучаствовать и все находят себе место. Стараемся, чтобы была джигетовка и скейтборд, и чтобы разные перетягивания канатов, футбол. Да, да, да. Потому что даже если кто-то там неудачно у него сложится начало рыбалки, он себе здесь место для проведения найдёт развлечение. Как обещают организаторы фестиваля, главным призом станет лодка с мотором или снегоход. Многие приходят не столько там приз отхватить, а сколько с другими пообщаться, что-то новое для себя узнать или поделиться опытом.